добрый день у нас сегодня третье занятие и следующая командная строка в меню данные это у нас ограждение переходим на соответствующую закладку ограждения так ну и тут у нас также существует две закладки это многослойные ограждения и типовые ограждения ну и по рисуночкам вы уже видите соответственно многослойное ограждение это у нас стены перекрытия перегородки другие конструкции но типовые ограждения это в основном светопрозрачные ограждения это окна фонари дальше входные двери внутренние двери ну и так далее так давайте сначала рассмотрим многослойное ограждение мы и начнем со стены так конструкцию стен либо берется по проекту либо если это у вас курсовая работа то соответствии с вариантом то есть вот представлены варианты вариант 1 кирпичная стена давайте на нем раз остановимся так показана абстрактная конструкция ну и показаны толщины в миллиметрах там первого слоя второй слой это у нас будет утеплитель который нужно будет посчитать так дальше третий слой опять кирпич и 4 слой соответственно штукатурка сразу же хочу сказать здесь объявлены только материал кирпич причем кирпич бывает самый разнообразный сплошного на цементно-песчаной стяжки 1800 то есть плотности разные есть пустотные кирпичи и так далее то есть ваша задача только определиться с типом кирпича ну и в последующем когда будете распечатывать то есть ну и давайте рассмотрим на первом примере так ну а утеплитель то есть это так называемый теплоизоляционный слой который вам необходимо посчитать чтобы у вас термическое сопротивление ограждающей конструкции в данном случае наружной было фактическое больше либо равно требуемое значение для вашего района строительства то есть города строительство как это осуществляется так обратно возвращаемся в программу так ну и вначале нужно ввести новое ограждение то есть внизу нажимаем кнопочку добавить новый элемент и добавляется пустая строка в которой необходимо ввести следующие данные ну во-первых обозначить не больше не 10 символов обозначение вашего ограждения ну вот например стена наружная давайте обозначим циферкой 1 дальше тип ограждения то есть выбираем из предложенного списка стена наружная производителем точно так же как и в материалах если есть ставим если нет соответственно не ставим дальше вид опять стена наружная выбираем из предложенного списка так закладочка однородная неоднородная то есть здесь можно конструкцию разделять на несколько то есть но ввиду того что у нас однородная пока оставим на данном варианте дальше влажностный режим нормальный влажный если вы помните когда мы заводили материалов то есть есть зона эксплуатации а или б соответственно для нашего города была зона эксплуатация значит ставим влажный не забываем я оставляю нормальный точно так же каталожный номер если у вас есть ставим если у вас его нету соответственно не ставим теперь здесь начинаем забивать те слои из которых состоит у вас ограждающие конструкции так первый слой у нас идет ну в данном случае нужно идти изнутри наружу то есть вот у вас показан телевизор это у вас теплый воздух помещения здесь вот либо солнце либо это снег и синего цвета этого снаружи воздух ответ который находится снаружи и так изнутри значит у нас первое это будет штукатурка то есть нажимая на выпадающий список то есть и выбираю штукатурка и раствора и так у меня будет только цементная выбираю дальше толщина будет один сантиметр согласно примеру расчета так ну и сразу же видите у вас отображается ваш слой обратно возвращаемся в конструкцию так следующий слой причем тот слой который уже у вас присутствует то есть он уже непосредственно отображается в этом то есть у нас будет кирпичная кладка из из сплошного кипяча возьмем как раз то значение которое мы ввели Копичная окладка, выбираем, толщину ставим равному так следующее у нас идет утеплитель выбираем теплоизоляционный слой так мы опять чтобы не искать ищем изоляционные материалы ну и давайте выбираем пенок-холистирол вот тут присутствует несколько вариантов давайте вот это возьмем выбираем так здесь нужно забить толщину сразу хочу сказать что здесь нужно внимание то есть конструкция стены и должно быть сплошной то есть что это значит то есть у нас есть 250 следующий у нас кирпич будет толщиной 120 то есть ну и остается за виду того что у нас сейчас сантиметровый раствор с метомчаным между двумя кирпичами поэтому суммарная длина от стенки до стенки кирпича остается 140 если вы забьете 120 у вас еще остается двухсаминутровая воздушная прослойка когда нужно вводить еще один слой то есть а здесь мы сделали что у вас от края на края то есть полностью заполнен данным материалом так следующий материал опять будет кирпичная стена то есть достаточно его выбрать потому что мы уже ее выбирали данным выбирали данный слой то есть не точно будет 120 миллиметров так вот мы сформировали стену то есть вот у нас существует стеночка соответствующих материалов то есть изнутри на руле где там нужно будет задавать в обратном порядке то вот смотрите по рисуночку как у вас соответственно получается так следующее действие то есть вот у нас посчитала то есть это сопротивление теплопередаче внутри вот этого воздуха это снаружи этого воздуха дальше рассчиталась толщина дальше сумма сопротивлений окнули и вот здесь вот нужно внимание вот это вот сумма сопротивлений должна у вас быть не меньше требуемого значения для вашего района строительства. Как это узнать? Либо это нужно рассчитать в своде правил проектирования тепловой защиты здания. Здесь есть таблица номер. В зависимости от отопительного периода, как рассчитывается формула ниже, представлено. Сейчас можно посчитать. Ниже, а выше. Вот, грамм в сутки отопительного периода. Так, ну и у вас будет находиться где-то в определенных пределах. Есть вот внизу формула интерполяции. Подставляя значение грамм в сутки, есть вот соответствующие коэффициенты a и b. Т.е. вы находитесь, соответственно, требуемые термические сопротивления для ваших перекрытий, либо ограждений, которые присутствуют в вашем здании. Это вот первый вариант. Второй вариант есть следующий. То есть есть вот программа вальт как называется 3.1. Вот, она находится, соответственно, на сайте производителя вальтегру. Найти дальше в техподдержку меню. Нашли программу. Так, скачиваете эту программу себе на компьютер, запускаете. То есть она там разархивируется в каталог и запускаете. Дальше, находите в каталоге запускаемый файл. Вот он. То есть у вас запускается программа. Первое дело, что нужно сделать, это в настройках инструментов, поставить базу с 2013 года. То есть принять. Изначально там, по-моему, 1999 стоит. Дальше, у вас откроется, вам нужно найти ваше район строительства. То есть я, соответственно, нахожу тот район строительства, который изначально у меня был. Так, ну и еще свой город. Дальше, ставлю тип здания, который проектируется. Теперь, слева в окне, мне нужно нажать, соответственно, расчет типа потерь. То есть вот у нас здесь появляется район строительства, температура расчетная, средняя температура, продолжительность отопительного периода. Так, здесь я должен добавить тип здания. То есть и температуру преобладающих помещений, то есть в одноквартирные здания у нас преобладают жилые помещения, то есть жилые комнаты. То есть открываем, соответственно, ГОСТ. Здание жилые и общественные, параметры микроклимата. И видим, то есть жилые комнаты, температура, видим предельно 20 либо 21. Ввиду того, что снаружи у нас минус 33. То есть берем 21 и подставляем сюда. Ну и влажность должна быть от 50 до 60 градусов. Так, ну и здесь вот мы сразу же видим, грал сутки отопительного периода посчитала. И сразу же видим все значения, требуемые значения, которые присутствуют в этой таблице, но уже рассчитаны для вашего района строительства. В дальнейшем потом мы рассмотрим, как это считается программа на том же самом примере. То есть и мы видим, что стена наружная, а значение должно быть ниже 3,44. Так, покрытие, это когда у вас помещение, перекрытие и сразу же наружная стена, окна, балконные двери, фонари, витрины, витражи, двери, входные двери, двери этажей выше первого. То же самое, перекрытие чердачное, это когда у вас помещение, перекрытие, чердак. Дальше крыша и наружное перекрытие. Перекрытие над проездом, когда в доме есть внизу, то есть арка, через который проезжают либо проходят люди и машины. Перекрытие над подвалами, то есть там в зависимости от световых проемов. Ну и для ворот, причем совпадают для дверей значения. Так, понять адрес, но нам нужно проверить стенами наружными. Итак, проверяем. Там должно быть 3,44. У нас получилось 4,59. Что соответственно больше оттончения и достаточное для расчетов. Чуть-чуть больше получилось. То есть можно поменять утепляющий слой с меньшим, вернее с большим коэффициентом. Теплопроводности, то есть не целых 0,36, а более высоких, там целых 0,45 был и так далее. Тогда значение уменьшится и будет ближе к вашему. Так, ну и здесь сразу же посчитала коэффициент теплопередачи. Теперь, здесь присутствует вот такое меню график температур и водяного пара. Нажав на него, то есть здесь мы увидим опять две закладки. Распределение парциального давления и распределение температур. Здесь можно поставить галочку и видеть температуры, которые у вас находятся на границах слоев. То есть от минус 34 до 20 градусов. Можно заменить на 21 и поставить. И также присутствует распределение парциального давления водяного пары. Так, ну и здесь также можно увидеть значение. То есть это график температур. График значения парциального давления. Так, что здесь необходимо увидеть? То есть вот у вас показано, как ваша реальная конструкция будет распределяться над давлением насыщения. Так вот, если это давление опускается за парциальное давление. То есть здесь вот оно опускается. Значит вот в этой зоне у вас есть, вернее существует возможность выпадания, соответственно, паров воды. Которая в дальнейшем будет отрицательно влиять на конструкцию ограждения. Поэтому от этого негативного явления нужно избавляться. Либо заменить какой-то на другой теплоизоляционный слой. Либо поменять какие-то слои, либо добавить, например, воздушную прослойку и так далее. То есть, когда будете реально строить, то есть здание ограждения, то есть должно у вас пересекаться с давлением насыщения, с официальным давлением. То есть вот это словно выпадение конденсата. Ну и, соответственно, если у вас утеплитель состоит из каких-то других материалов, которые впитывают влагу, соответственно, будет утеплитель мокрый. Ну и теряться свои теплотехнические, физические свойства, то есть утепление. То есть, ну, на данном этапе оставим пока в данном варианте. Не будем ничего менять. То есть я закрою. То есть нужно изменить конструкцию. Так, принцип ввода многослойных ограждений понятен. Так, ну давайте я еще одну конструкцию покажу. Например, есть у вас внутренняя стена. Внутренняя стена, например, 120 мм перегородка. Так, так же выбираем стену внутреннюю. Так же выбираем пересечисленную списку стену внутреннюю. Так, ну а дальше у вас будет состоять из двух штукатурка. Сделаем так же по сантиметру. Дальше кирпичная окладка. Возьмем эту же. Так, ну и толщиной как. Получить 120. Так, следующее. Опять штукатурка будет. Ну, опять она будет в нос. С этим материалом толщины. Так, вот принцип водоконструкции. Так, следующее действие. Я быстро пройдусь. Имеется в виду скопирую вот эту наружную стену. И поменяю те конструкции, которые нам понадобятся для расчетов. Так, какие нам ограждения понадобятся. Ну, во-первых. Пусть мы наружную стену ввели. Дальше внутренние стены перегородки мы ввели. Дальше нам понадобится наружная стена, примыкающая к грунту. Дальше нам понадобится пол в подвале. Дальше нам понадобится перекрытие над подвалом. Перекрытие над чертаком. Нам понадобится кровля. Так, и нам понадобится, если это у вас перекрытие межэтажное. В случае, когда у вас температура, например, на ниже лежащем помещении больше 3 градусов, нежели температура на выше лежащем помещении. Либо наоборот. Но в данном случае все помещения с одинаковой температурой, поэтому перекрытиями мы не воспользуемся. Итак, я поступлю просто. То есть, принцип понятен. То есть, вы задаете конструкцию, получаете термическое сопротивление, сравниваете с требуемым и так далее. А я здесь сейчас поступлю очень просто. Я просто скопирую, чтобы меньше времени нам занимало. Так, и исправлю то, что необходимо. Так, у нас стена будет один, примыкающая к грунту. Так, и пишем стена. Оружная стена, примыкающая к грунту. Так, здесь также меняем ровность, примыкающая к грунту. На соответствующее значение. Так, ну и здесь нам нужен пол. Так, ну, чтобы сюда ввести пол. Так, и нам нужен размер z. Так, как видим. То есть, у нас z получается минус 1,1. Минус 2,5. Получается 1,4. Так, соответственно, сюда 1,4 ставим. Так, опять я вставляю то, что скопирую. Так, и меняю. То есть, здесь у нас будет пол в подвале. Так, ищем. Пол в подвале. Так, дальше здесь также меняем на пол в подвале. Так, стена, примыкающая к грунту, у нас уже есть. Ее выбираем. Так, ну и здесь ставим тоже самое плюс 1,4. Так, ну а здесь у нас автоматически посчиталось. То есть, 0,75 от того значения, которое было. Конец. Стоп. Ну да. То есть, когда мы заходим в общие данные. Так, и заходим на закладочку основные. То есть, отметка кровь от минус 3,25. То есть, нормально посчиталось. Так, возвращаемся на ограждение. То есть, автоматически у нас посчиталось. Ну и заходим опять в пол в подвале. Так, здесь все, что необходимо нам ввести, мы ввели. Так, пол в подвале. Термическое сопротивление здесь не смотрится. Так, ну и возвращаемся в стену наружную. Угольники. Ну и задаемся значением по подвале. Убираем, чтобы обязательно было в ней значение. Так, следующее опять вставляем. Так, исправляем. Это у нас будет перекрытие над подвалом. То есть, вот это перекрытие над подвалом. Так, здесь внимание перекрытие над подвалом. Внизу у нас находится холодный неотапливаемый подвал. Снаружи у нас теплое помещение. Тепловой поток направлен сверху вниз. Так, здесь отдача тепла от перекрытия вниз. Здесь также ищем отдача тепла от перекрытия вниз. Так, ну и вот здесь вот тоже смотрим сопротивление и сопоставляем перекрытие над подвалом. Ну и ввиду того, что здесь вот получилось меньше, мне даже соответствует значению. Здесь 452 должно быть на 476. Но все равно конструкцию нужно будет поменять. Так, опять добавляем. Нам понадобится следующая конструкция. Это перекрытие под чердаком. То есть в этом случае у нас перекрытие под чердаком. То есть вот оно перекрытие. Здесь у нас холодное. Здесь теплое помещение. Ну и тепловой поток направлен снизу вверх. Так, ищем соответственно отдача от перекрытия вверх. Мы ищем отдача от перекрытия вверх. Заменили значение. Так, вот у нас получилось значение. Опять его сверяем. Перекрытие чердаком на 452. У нас получилось больше. Но все равно здесь слои надо менять. Потому что кирпичная укладка на перекрытиях не идет. Еще раз повторяю, то здесь мы сократили себе путь. Так, следующее что нам необходимо опять ставить. Это нам нужно кровля. То есть ну и вставляем кровлю. То есть обозначаем К1. Так, ищем кровлю. Так, здесь тоже ищем кровлю. Так, ну и кровлю. То есть здесь можно быть металлочерепица. То есть здесь также в списках, если откроете, присутствует металл. То есть ну и можно выбрать любую конструкцию. Так я пока отмена сделаю. То есть опять же набираем те материалы, из которых состоит у вас кровля. Так, ну и здесь тоже сопротивление уже не сопоставляется с этим значением. То есть то что получилось, то и получилось у вас. Итак, кровлю, чердак, наружные стены, внутренние стены мы сделали. То есть примыкающего грунту, пол и перекрытие над подвалом. Еще раз повторяю, если вам нужны нижеэтажные перекрытия, когда температура отличается более 3 градусов, то их тоже нужно наводить. И принцип тот же самый. Если сверху находится более теплое помещение, нежели ниже на первом этаже, значит тепловой поток направлен сверху вниз. Если обратная ситуация, то снизу вверх. Так, ну пока остановимся на данных вариантах. Так, вот что касается многослойных ограждений. Теперь на типовые ограждения. Так, на типовых ограждения вам понадобятся оконные конструкции, входные двери, ну и внутренние двери, то же самое. Так. Опять нажимаем кнопку внизу, добавляем элемент. Итак, у нас будет стеклопакет. И здесь можно указать сразу же размер. Например, будет у нас 2 метра на полтора высоту. То есть это вы смотрите по экспликации светопрозрачной конструкции окон. Либо проекта, либо самостоятельно принимаете решение, если это у вас курсовой проект. В соответствии соразмерно вашим планировкам. Так, тип ограждений. Это окно наружное. Так, фонарь. Это если у вас сверху находится светопрозрачная конструкция, как называемый фонарь. Так, нит. Окно наружное. Так, ну и здесь теперь внимание. Здесь нужно задать коэффициент теплопередачи. Итак, по требуемому термическому сопротивлению у вас конструкция оконная. Или балконная дверь. Должна быть ниже на целых пятьдесят девяти сотых. Так, либо вы идете на сайт производительного окон и ищете технических характеристиков сопротивления воздухопроницаемости. Либо есть второй вариант. Вот здесь вот в приложении К. Слова до правил. Вплавая защита зданий. На странице пятьдесят первой. Давайте пятьдесят четырех. Задим чуть больше. Так, вот. На пятьдесят пятой странице. То есть приводятся эти сопротивления с однокамерным стеклопакетом. То есть это стекло, воздух, стекло. И двухкамерные стеклопакеты. То есть это стекло, воздух, стекло, воздух, стекло. То есть три стекла и двумя полостями. То есть здесь есть различное расстояние между стеклами. Так, ну возьмем двухкамерный стеклопакет. так нам нужно не менее 0.59 то есть вот и ближайший 0.64 хотя вот есть 0.64 камерным стеклопакетом возьмем лучше этот данный вариант так вот и единицу делим 0.64 чтобы получить коэффициенте по передаче которая обратно увеличена термическому целопроектированию то есть у нас получилось значение на целое 56 1.563 но можно сделать следующим то есть не делить то есть поделили умели и заменить значение на 1.56 то есть 1000 не надо посмотреть снов правил то есть там ограничивается двумя знаками после запятой так теперь и здесь вот есть вот галочка ограждение с указанными размерами то есть сразу же нужно поставить размеры ваших окна ввиду того что мы здесь сразу же задали что в последующем в таблицах в помещении нам уже это не осуществлять так ну и нужно это проделать то есть если у вас окна с одними размерами то есть достаточно одно если у вас разные размеры то есть то же самое копировали вставили поменяли размеры коэффициент остался тот же самый так пока удалю просто так ну и добавим еще входную наружную дверь дверь наружная дверь наружная так причем здесь также можно сделать сразу же указать размер например метр на два так и здесь следующий принцип дверь наружная 1,24 так либо также ищем производителя входных дверей и задаемся и ищем технические характеристики чтобы значение сопротивления теплопередачи было не меньше 1,24 ну или как вариант курсовой работы то есть можно воспользоваться тем значением нормативным которое у вас есть и посчитать то есть у нас получилось значение 0,8 806 так ну можно задать 0,81 так ну и опять поставим размеры чтобы данные размеры в последующем нам не вводить так можно задаться толщиной например разные конструкции 8 сантиметров так то же самое если у вас несколько входных дверей то есть бывают основные входные двери есть второстепенные имеется в виду те которые вы выходите например вспомогательные помещения из каких-то кладовых сразу же наружу ну либо иногда бываете скотины то есть можно тоже скопировать и добавить я уже это делать не буду ну и еще одну конструкцию добавим это внутренняя дверь который находится внутри тоже с размерами давайте сделаем 0,8 скажем на 2 метра и так меняем ограждение двери внутренняя дверь внутренняя так ну и здесь нужно посчитать коэффициент теплопередач так он считает следующим образом то есть ну во-первых нужно знать тоже зайти на сайт производителя и найти технические характеристики либо если вы знаете конструкцию вашей двери ну например сделанную она из сосны вот то надо найти просто в таблице материала коэффициент теплопередачи сосны и взять коэффициент теплоотдачи с внутренней поверхностью 8,7 и рассчитать соответственно единицу как считается термическое сопротивление делить на 2 8,7 дальше плюс толщина пусть входной двери будет 5 см так и делить на коэффициент теплопередач где-то то есть я уже не буду брать ну где-то приблизительно это 3,01 так ну и скобку закрываем так и вот у нас почитал коэффициент получается 1,46 так ну и опять вводим значение то есть 0,8 на 2 метра чтобы в дальнейшем не вводить эти значения так если вам там нужны какие-то дополнительные ограждения например где-то у вас есть окно внутреннее и так далее то есть все их вводим то есть ну а на данном этапе для того чтобы рассчитать данное здание нам понадобится вот следующее ограждение которое мы ввели так всем спасибо за внимание ну и до дальнейших занятий до днях до днях до днях до днях до днях